В этом видео ты узнаешь о шести шагах к медитации и некоторых крышесносных инсайтах о себе самом, которым она тебя приведет. А еще, в самом конце, я расскажу сказку. Сказка непростая. В ней не будет хватать двух последних слов. Напиши их в комментариях. Нет, ты не будешь учиться медитировать. Ты будешь вспоминать, как это делать. Ведь когда-то ты уже умел находиться в этом состоянии без каких-либо усилий. Когда же это было? Давай вспоминать. Предполагается, что ты уже уяснил, что медитация это не какой-то там астральный экзотерический бред, а техника наведения гигиены в голове, которую неплохо взять бы за привычку, как чистку зубов, либо уборку квартиры. Что же она дает? И почему на ней все так помешались? Почему ее исследуют ученые? Ну, во-первых. А во-вторых. А еще вот. И еще. К тому же. Ну и до кучи. В общем, сам почитаешь. Я уже рассказывал об этом в одном из прошлых роликов. Вот тебе ссылка в углу экрана. Мне неинтересно повторять. Да и тебе уже не терпится перейти к практике. К практике. Сразу предупрежу. Я не гуру медитации. Все сказанное мной в этом видео базируется исключительно на паре прочитанных книг, но и преимущественно на личных экспериментах. В первую очередь медитация это о том, чтобы очистить голову от лишних мыслей. Иначе говоря, покинуть внутренний диалог. Но некоторые мои знакомые, которые пробовали медитировать, опускают руки в самом начале. Как можно ни о чем не думать? Ведь когда я пытаюсь ни о чем не думать, я начинаю думать о том, чтобы ни о чем не думать. Это какой-то гребаный замкнутый круг. Ты замечал? У тебя в голове постоянно кто-то трепется. Задает тебе вопрос, отпускает непрошенные комментарии. Но и ты ругается. Как же заткнуть ему рот? Стоит только закрыть глаза и постараться ни о чем не думать, он сразу начинает бубнешь. Я ни о чем не думаю, ни о чем не думаю, я ни о чем не думаю, черт, я о чем-то думаю, а нужно ни о чем не думать. Так у нас ничего не получится, а я хотел помедитировать. Хорошо было бы помедитировать. Интересно, я уже медитирую? Кстати, это Настя. Ты видел, какие у нее... Так, стоп! Как же заткнуть этого балабола? Медитация это будто стирание надписи с песка при помощи прутика. А потом стирание самого прутика. А потом и того, кто стирал. Прими удобную позу. Не обязательно позу лотоса, особенно если у тебя так физиологически не гнутся ноги. Но и не укладывай себя под одеялко, потому что велик шанс тупо уснуть. В этом, конечно, тоже ничего плохого нет, но мы, если помнишь, собирались медитировать. Просто откинься на спинку кресла. Что? Снова боишься уснуть? Тогда, дружище, тебе бы сначала выспаться. Дыши ровно. Носом. Вдох. Выдох. Ровное дыхание успокаивает по принципу положительной обратной связи. Ты напряжен и взволнован, стараешься успокоиться при помощи размеренного дыхания. Мозг делает вывод, что если у тебя такое дыхание, ты должен быть спокоен. Вуаля! Ты спокоен. Твое дыхание тоже спокойно. Сфокусируйся на чем-либо. Это, пожалуй, главная фишка. Представь перед собой точку и направь все внимание на нее. Или на кончик носа. Или на солнечное сплетение. Или прислушивайся к ощущениям в левой пятке. Возможно, ты начнешь чувствовать волны тепла или тяжесть выбранной области. Или сосредоточься на дыхании, на том, как это приятно вдыхать и выдыхать. На этой крошечной паузе между вдохом и выдохом все целиком на твое усмотрение. Но правило такое. Сконцентрировавшись на пятке, ты не должен упускать ее из фокуса. Теперь это центр твоей вселенной. Не пытайся остановить внутренний диалог. Не направляй осознанные усилия на то, чтобы заткнуть внутреннего балабола. Это дорога в никуда. Да, медитация это расслабление и покое. А когда ты пробуешь с нажимом оборвать мысли, ты так напрягаешься, что готов треснуть. Дай мыслям идти своим чередом. Наблюдай их за их течением и превращениями со стороны. Как любопытный исследователь. Но сохраняй дистанцию. Не дай им затянуть себя в свой водоворот. Как будто бы не ты их думаешь, а кто-то другой, в чью голову тебе удалось заглянуть. Да, мысли по-прежнему появляются, но на этот раз они сами по себе, а ты сам по себе. Лениво провожаешь их внутренним взглядом. Смотришь сквозь них, осознаешь их попытки завладеть тобой и сосредоточен на левой пятке. Разотождествись со своими эмоциями. Это такие же мысли, только более сильные. Для этого визуализируй их. Например, ты испытываешь разочарование, которое не оставляет тебя. Задайся вопросом, а какого цвета разочарование? Серо-голубоватая или темно-зеленая? А какой формы? Круглая или как остроконечная звезда? Параллелепипед? А где оно находится? В голове, в груди, в солнечном сплетении? Когда ты испытываешь сильную эмоцию, ты весь становишься этой эмоцией. Она захлёстывает тебя целиком. Контроль над твоим поведением полностью переходит ей. Отсюда и эти все. Не знаю, как так вышло. Я был сам не свой. Когда же ты рассматриваешь эмоцию как объект, обладающий набором определенных характеристик, ты отстраняешься от нее, выносишь за границы своего «я». В конце концов, ты же не серо-голубой параллелепипед. Как понять, что я все делаю правильно? Мыслям станет скучно с тобой. Они будут приходить все более разреженными и прозрачными, пока окончательно не превратятся в бесплотных призраков, которые тут по привычке и ни на что не влияют. Возможно, в голове раздастся звенящая черная пустота. Это по-настоящему необыкновенное ощущение. В сущности, что может быть лучше, чем ни о чем не думать, ни зачем не гнаться, ни от чего не зависеть? Нет, это не озарение, не свет. Но зато это покой. А что же вы не берете его к себе? В свет. Он не заслужил света. Он заслужил покой. Если при этом у тебя открыты глаза, то процесс напоминает работу камеры видеонаблюдения, которая беспристрастно фиксирует картинку. Но вот что необычно. Зрителя у этого фильма больше нет. Никто не оценивает, никто не судит. Нет никого, кто бы мог быть несогласен, оскорблен, либо встревожен увиденным. Есть только мир, такой, как есть. И он ни черта не нуждается в твоих комментариях. А если глаза закрыты, это напоминает, хотя я, конечно, ровным счетом ничего не помню, но мне так хочется думать, младенческое или даже утробное состояние ума, когда в нем еще не завелся этот болтливый голосок. Ровная, непоклебимая тьма, которая, возможно, была в самом начале, да так давно, что ты уже и не помнишь. Медитация – это легко. У тебя сразу получится. Если услышишь это от кого-то, знай, этот человек говорит о чем угодно, о сидении с закрытыми глазами, о дыхательной гимнастике, о травке, но не о медитации. Потому что первый раз, знаешь, первый раз у тебя ни черта не выйдет, или если выйдет, то совсем чуть-чуть, или совсем не то. Но с каждым разом время, на которое ты сможешь выключаться из потока, будет увеличиваться. И круто, если ты, в конце концов, сможешь продлить это состояние до одной минуты. Что же по итогам? Ты можешь сконцентрироваться на работе. Твои мысли больше не скачут, как ошпаренные блохи. Ты чувствуешь себя более спокойным и уравновешенным. Ты становишься более приятным собеседником. Ты теперь весь в разговоре, а не продумываешь свой остроумный ответ, пока другой тебе что-то говорит. И настоящее чудо для таких бедолаг, как я, которые надумают себе всякого, а потом уснуть не могут. Тебя больше ничего не беспокоит. Ты выключил мысли. Тебя не швыряет ни в прошлое, ни в будущее. И ты можешь посвятить себя самому главному сну. Однажды я шел по улице и самозабвенно думал о ком-то плохо. Я буквально кого-то смешивал с грязью. Я шел и думал, ну что за человек такой? Как так можно вообще поступать? Ну что за говнюк? И вдруг в какой-то момент я испугался. Потому что я вдруг увидел поток этих проклятий со стороны. И понял, что не я их думал. Я вообще никак не думал. Я вообще не имел никакого мнения ни о чем. А этот... Другой. Имел свое мнение обо всем. И всегда его высказывал. И всегда его накладывал поверх воспринимаемой реальности. Не просто транспортное средство, а развалюха. Не дождь, а мерзкая погода. Не телефон, а дорогущий айфон. О чем вообще человек думает? Сам в троллейбусе ездит. Мог бы подкопить и купить поддержанную иномарку. Или вложиться во что-нибудь. Вообще у человека никакого финансового, стратегического мышления. Правду говорят, что бедные обречены становиться беднее, а богатые богаче. Посмотрите, только экран уже разбит, а у нее даже денег нет в ремонт отнести. Откуда только деньги на покупку взяла? А знаете, почему он постоянно болтает? Потому что стоит ему замолчать, его не станет, он пропадет без следа. Он как двухколесный велосипед, что должен обязательно находиться в движении, чтобы не грохнуться об асфальт. Но почему я испугался? А вот представь, ты король, и в твоем маленьком королевстве завелся волк. А если судить под печатком лап, волчара, коих не видывались до исторических времен. И все было хорошо и спокойно в твоих землях, пока одной ночью не пришел он. Сначала под покровом тьмы он пожирал весь мелкий и крупный скот. Через неделю принялся за крестьян, а теперь по одному потрошит твоих придворных. И твоя главная забота уберечь принца, единственного наследника трона и родную кровинушку. Поэтому ему строжайше запрещено покидать дворец с наступлением сумерек. Чего только не делали, чтобы изловить убийцу. Выставляли кордоны по периметру королевства, прочесывали леса в округе. Все напрасно. Даже издалека не видели этого зверя. Только следы. И вот однажды, после череды кровавых убийств в твоем ближайшем окружении, одержимой паникой за отпрыска, ты велишь запереть вас вдвоем в центральной, самой высокой башенке дворца и не открывать до рассвета. А когда с наступлением тьмы сквозь бойницу внутрь просачивается лунное сияние, ты вдруг замечаешь, как лицо принца сводит дикий ужас. Ты оглядываешься через плечо и последнее, что успеваешь увидеть, это огромная, лохматая, все сильнее раздувающаяся тень, которую... которую... ты теперь целиком в разговоре, а не продумываешь свой остроумный ответ, пока другой тебе что-то говорит. Ты слушаешь его. Вы тоже видите, да? Ну да, да. Так и живем.